Момент освобождения заложницы, который удерживал стрелок в квартире на Ельнинской, сняли на видео. Возле входной двери находятся бойцы спецназа. Судя по всему, за дверью находится заложница. Ее и просят открыть дверь. Через несколько секунд дверь открывается и из квартиры выбегает плачущая женщина. На момент освобождения преступник уже покончил с собой. По данным Лайфа, утром Кирилл Луньков открыл огонь по людям и ранил пятерых. Мужчине 45, у него есть высшее техническое образование. Все началось, когда оперативники попытались войти в квартиру Лунькова. Его подозревают в грабеже. Стрелок не открывал дверь. Чтобы попасть внутрь, вызвали аварийную бригаду. И тут Луньков открыл стрельбу из дробовика. Он ранил троих полицейских и двоих работников аварийной службы. Известно, что у одного рана ранение в позвоночник. Его коллеги за него очень переживают. У мужчины маленький ребенок. Также известно, что у другого коммунальщика ранение в плечо и в бедро. Подельника Лунькова по ограблению задержали. Его зовут Александр. Он уже дает признательные показания. Известно, что мужчина около года работал тренером по смешанным единоборствам. Как раз в том клубе, который они с Луньковым и ограбили. У нас появилось видео ограбление. Камеры зафиксировали, как двое мужчин ворвались в здание фитнес-клуба на Крылатских холмах и, угрожая пистолетом, потребовали выдать им все имеющиеся в деньги. Грабители забрали 130 тысяч рублей. Администратор клуба остался жив. Его брокер бросили связанным. Лицо обмотали шарфом. Через некоторое время молодой человек смог освободиться самостоятельно. Соседи стрелка в шоке от происходящего. Мужчина, по их словам, был скрытным. Ни с кем не общался, но при этом конфликтов не затевал. Что за сосед? Пересекались вы там на лестничной площадке? Спортсмен. Могу ничего больше сказать. Человек не пил. За 20 лет сколько живу в этом доме, он надо мной живет. Ни разу даже лишней раз не шумел. А семья у него? Дети? Не было. Была девушка. Потом перестал встречаться с ним. Встречался с ее дочерью, с сестрой вроде бы, как я понял. И все. Ничего больше не могу сказать об этом. Он скрытный был. Аккуратнее там. А как думаете, почему? Что вообще могло... Не знаю. Вот я удивлен. Когда мне сказали, что дважды он стрелял, это... Ну, я что-то как-то не верю. Поведение подобного рода стрелков и их действия зачастую совершенно непредсказуемым. Похожие случаи неадекватного поведения в России уже имели место, причем неоднократно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...